библия говорит алексей лисеевич замечательный вопрос и приятно видеть что эта женщина или мужчина кто пишет очень желает принять христа и таким образом он это спрашивает как все-таки правильно принять христа обязательно ли нужно идти в церковь принимать водное крещение и каяться перед пастор или можно принять его дома в тайной комнате перед богом есть места в писании где крестит воде а есть где крестит просто возложив руки мне очень нужно правильно поступить и принять иисуса спасибо вам большое за вашу работу хороший вопрос очень практичный наверное самый важный вопрос который может быть для любого человека потому что наши отношения с богом они определяют суть того кто мы есть и определяет конечно нашу вечность поэтому знать что у тебя есть взаимоотношения которые делают бога твоим отцом и снимают себя вину греха и дают тебе связь с божественной троицы и святым духом это чрезвычайно важно для каждого человека теперь мы посмотрим что говорит писание вот в этом вопросе много всяких разных деталей собранных из разных мест и вот из них составлена такая общая картина то кстати типично вообще в нашей жизни наша точка зрения по разным вопросам чаще всего это своеобразная мозаика немножко мы взяли из библии немножко взяли из того что наши родители нас научили немножко из наших от наших друзей немножко из популярной культуры и таким образом получается что-то о чем мы думаем что это якобы библейское учение но в действительности если мы проследим каждую детальку то мы не так много найдем там библейского такое давай посмотрим что же писание говорит во первых писание не использует фразу принять христа особенно принять христа в свое сердце есть текст в послании в книге откровения где сказано кладись и клади кийской церкви сесть твою двери и стучу но там сказано к церкви и там сказано о церкви что она может быть быть разрушена как церковь лави кийская церковь если мы посмотрим на процесс взаимоотношений человека с богом то всегда точкой которая благодаря которой человек примиряется с богом вот эта точка всегда является вера я приведу два места писания для того чтобы мы могли точно и буквально посмотреть что библия говорит 5 глава послания к римлянам 1 стих и так оправдавшись верою мы имеем мир с богом через господа нашего иисуса христа то есть в момент когда человек доверяет себя христу вот в этот момент у него мир с богом устанавливается другое место послание к ефесянам 1 глава 13 стих мы читаем в нем и вы то есть в иисусе христе услышавши слово истины благовествование вашего спасения и уверовавши в него запечатлены обитованным святым духом то есть опять-таки речь идет о том в моменту верования святой дух ставит свою печать и делает человека частью вселенского тела христова это мистическое действие которое происходит незаметно для нас это дух святой делает но это происходит в момент доверия человек когда человек доверяет себя христу есть много других мест как 3 глава послания к римлянам где сказано об оправдании сказано что даром по благодати через веру и фися нам сказали сиение от вас божий дар не отдел чтобы никто не хвалился благодатью вы спасены через веру то есть везде вот этот элемент то есть для того чтобы человек был спасен чтобы он примирился с богом для этого ему нужно уверовать в иисуса христа при этом уверовать не значит только признать что христос был не значит только признать что христос был спасителем что он умер за мои грехи это больше вера включает себя я тоже много раз об этом говорим но еще раз повторюсь вера включает себя три ключевых аспекта знание того что христос наш спаситель кто он потом доверие тому что он за способен сделать и 3 это практический шаг когда ты возлагаешь свое упование на него вот эти три аспекта они играют важнейшую роль в общем понимании веры то есть я верю тогда вы иисуса христа или моя вера тогда будет спасительное спасающие когда я признал что иисус христос бог и умер за меня на кресте и поэтому мой спаситель когда я доверяю то что его жертва сильно меня спасти и когда я практически себя самого доверяю ему вот этот аспект когда я доверяю себя ему очень важный христос выразил его очень хорошо в словах которые он сказал ученикам кто хочет идти за мной отвергни себя возьми кресло и следуй за мной в многих других местах христос говорит если не отречешься от себя не посвятишь себя мне ты не не можешь получить спасение то есть речь идет о фактически признание что моя претензия на независимость от бога это ложный концепт жизни ведущий меня в погибель и теперь я отказываюсь от себя для того чтобы довериться христу чтобы он был господином моей жизни чтобы я вместе с ним как христос был послушен отцу и я вместе с ним буду искать того чтобы быть послушным отцу во всех обстоятельств вот это это момент спасения когда это может произойти это может произойти дома это может произойти в церкви во время приземного собрания это может произойти когда ты едешь куда-то и внезапно тебе осознаешь я знаю таких людей которые он просто остановился на обочину и вот настолько дух святой его коснулся он его там он в этом автомобиле отдал свое сердце христу доверился иисусу христу то есть она может произойти в любых обстоятельствах теперь когда это произошло вот тогда иисус христос поверевает теперь скажи об этом всем и крещение водное крещение кстати она говорит что есть крещение возложения рук или крещение водное в действительности есть только одно крещение и смысл этого крещения был всегда в воде везде где говорится о крещении то речь шла о погружении человека в воду что свидетельствует публично перед свидетелями перед небесами то что этот человек умирает для себя и своей же прежней жизни и он восстает его поднимают он воскресает для новой жизни в иисусе христе то есть вот вот эта форма крещения обязательно она не является инструментом спасения но она является свидетельством о спасении это повеление иисуса христа иисус говорит если ты в действительности себя мне посвятил то тогда пойди публично скажи всем что-то умер для прежней жизни и что ты воскрес для того чтобы жить для меня вот таким образом все те вещи которые собраны в этот вопрос выстроен тогда как и по ней немножко понимать второй текст где она привела что крещены духом святым мы просто путает вот это крещение дуга крещение духом святым мы уже упоминали этот вопрос мимоходом ефесянам 1 глава 13 стих сказано что в нем и вы услышавши слова истины и уверовавши в него запечатлены обитованным святым духом это и есть еще произошло крещение чтобы она понимала это разные совершенно ситуации спасибо алексей алексеевич слава драгоценное если вы благословение получили сегодня от этой передачи поделитесь другими поделись с вашими близкими родными кто еще не знает христа возможно господь придет в их жизнь через это вот через вашу ссылочку которую вы им пошлете также если у вас есть вопросы вы хотите нам задать чтобы мы ответили это легко сделать просто пройдите по ссылке в описании там есть формочка и надо заполнить и отправьте на она сегодня все благослови вас господь